Друзья, мы покидаем Мукачев, уезжаем в Хуст Друзья, приехали мы в город Хуст Ехали где-то часа полтора Дорога убитая Ну все, приехали, идем вписываться в хостел Вот такой вот наш хостел В центре Хуста Называется Панорамик Наш двухместный номер Здесь у нас две кровати Стол, зеркало Вешалка, стул и стул И вот такой вот вид из окна на центральную площадь Сегодня день города и будет концерт За этот номер мы заплатили 340 гривен Пообедать в Хусте мы зашли в кафе-бар Селена Взяли по окрошке Я взял на вторую селе боб-гуляш Свенгерское блюдо, Настя не помнит, что взяла Взяли салат помидор-огурцы Ну и по винишку по местному взяли Приятного аппетита Ну что, друзья Дуже смачно пообедали В кафе-бар Селена Теперь идем в центр города, посмотрим, что он за концерт Ну и вообще погуляем по центру города А чилищник вам не нравится? Тустирую местную настойку с бузиной Ничего такая приятненькая, вкусненькая История города начинается с 1090 года, когда на вулканической горе, находящейся на окраине города, началось строительство замка крепости Хусский замок был основан венгерским королем, Ласло первым святым в 1090 году, но был разрушен во время монгольского вторжения в Венгрию и перестроен в 1318 году Субтитры создавал DimaTorzok На празднике города Хуст мы взяли по пиву и по колбаске свиной 120 гривен Сейчас будем это праздновать, день города После непродолжительного концерта мы нашли местную пивоварню, местную пивоварню, местную пивоварню Если бы не было сегодня дня города и пивка, мы бы не знали, что здесь делать Мы бы уже спали Центр города пошли, наверное, за полчаса, за час, а в замок завтра поднимемся А пиво, что-то недорогое, в районе 30 гривен за бокал Весьма сфер, нормально Ну да, по нашему миру, так приятно Все С Нью-Йорком, пуст Пусть я вас не плачу Доброе утро, друзья И мы до сих пор в Хусте И вот у нас завтрак такой в кафе Виктория Взяли палате и два пирожка с малиной и с яблоком Сейчас будем это все с удовольствием кушать И пойдем в замок Приятного дня всем Хустскому замку надо снова подниматься наверх Как и на все остальные предыдущие наши походы к замкам Мопсми пишет, что надо подняться на высоту 136 метров Пойдем Ну что, друзья, вот мы поднялись к руинам Хустского замка Поднимались где-то минут, наверное, 10-15 И вот они, руины Ход стоит бесплатный, свободный Сейчас пойдем посмотрим, как там В 1766 году, во время грозы, молния попала в пороховую башню И замок очень сильно пострадал Окончательно уничтожила объект гроза 1788 года, когда упала башня Руины Хустского замка очень напоминают руины Невецкого замка Которые мы были под Ужгородом Но здесь их не так много Осталось Совсем немножко, чуть-чуть буквально Наверное, поэтому и не восстанавливают его Потому что восстанавливать практически нечего А надо полностью заново воссоздавать Но так ничего Красиво Очень классный вид отсюда открывается Панорамный На Карпаты, на город Хуст Реку Тису видно Ну и вообще кайфово Так что, ребята, советую сюда сходить Пробздеться Как сказать, прогуляться Ну что, друзья, мы погуляли по Хусту уже вдоволь Дело здесь особо так нечего День максимум И решили сменить локацию И поехать в город Тячев Вот Поэтому мы на вокзале Сдали рюкзаки в камеру хранения Потому что нам сюда еще вернуться Чтобы уехать на поезде А так все Погнали В Тячев Билет стоит 22 гривны Ну вот, друзья, доехали до Тячева Ехать где-то было минут 35 Трясло ужасно Автобус старый Дороги убитые В общем, конечно Вот как на лошади скакали Ну все Тячеве Теперь гуляем Обедаем И обратно в пуст Тячев Тячев Небольшой город В Закарпатской области Украины Первое упоминание О городе В документах Относится К 1329 году Да, венгерский король Карл Роберт Своей грамотой Предоставил городу Титул королевского ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, я нахожусь на реке Тиссы Вот она Вот разрушенный мост Из реки Тиссы А на том берегу Уже Румыния Прогулявшись по Пятему Итак, друзья Прогулявшись по Тячеву Нам заняло это где-то Час, может быть, полтора Максимума Где с половиной улицы Центральные Ну и к реке Тиссы Спустились И пришли Отобедать В кафе Затишок Вот у меня блюдо Называется Затишок А Настя взяла себе Блюдо Называется Петельня Потельня Вот Сейчас будем это Потреблять И винишко взяли У меня белое Сухое А у Насти Красное Сухое Местное Украинское Все Приятного аппетита Интересно, что там Вот такая вкуснятина Здесь должна быть Свинятина Картопля Ну и какие-то овощи Кабачок вижу И вижу Томаты А у Насти Здесь Грибы Курица Картошка Лук И все это Твердым сыром Залито Вкуснятина Итак, друзья Погуляв по городу Совсем недолго Но обойдя все Могу сказать, что город Весьма приятный Такой Ухоженный Интересный Даже достаточно Но он маленький И население здесь всего Почти 9 тысяч Народу Приграничный Румыния Вот там Через речку Ну и все Собственно Сейчас мы Доедаем Допиваем И Обравляемся Обратно в хуст А из хуст У нас Поезд Но я пока не скажу Куда Об этом Узнаете позже Автобусы уже Опаздывают С нетерпением Ждем А то Можем Опазать и на поезд Но У нас С запасом Поэтому Надеемся Сейчас Должен приехать А вот Походу Делаю автобус Сейчас Пойдем узнаем Наш летом Автобус Опоздал Примерно Минут на 25 Ну а теперь Мечим в хуст Мы примечали в хуст И ехали Где-то минут 30 Ну и все Через 20-25 минут У нас поезд Поедем мы В город Львов Так Наверное Нужно сказать пару слов Про Закарпатье В принципе Я сюда Давно хотел попасть Ну и в принципе Не жалею Что попал Мне здесь очень понравилось Мои ожидания Меня оправдали Были в Ужгороде Мукачеве Хусте И Сегодня были В Тячеве Так что советую Если кто местный Можешь в комментариях Мне написать Где еще стоит побывать Возможно В этих местах Еще побываю Что сказать Места очень достойны Природа Отличная Горы Равнины Поля Красиво Про города Ну замки Естественно Потом Плюс старые районы Города Тоже отличные Люди Люди кстати Очень Озывчивые Хоть они говорят На русском языке Точнее Очень плохо Говорят Если говорят Вообще Всегда готовы Помочь И кстати Да Они даже По-украински Здесь очень плохо Говорят Они говорят На каком-то Своем местном Диалекте Вот К украинскому Я более-менее Еще привык Понимаю Если прислушиваться Так внимательно А на местном Диалекте Я вообще ничего Не понимаю Что говорят Но все равно Я говорил на русском Меня понимали Мне помогали Мне рассказывали Мне показывали В общем Только положительные Впечатления Не о людях А местных Кухня местная Очень вкусная Прям вообще Отлично Мне понравилось Венгерскую Напоминает Когда был Будапеште Примерно то же самое Но Видимо Со своим Каким-то Местным Отличием Колоритом Но я не почувствовал Так что Ребят Советуем В Закарпатье Стоит того Что здесь побывать Не жалейте Времени Денег здесь Не так все Дорого стоит Ну Вы увидели Все Итак Друзья Во Львов Мы едем на поезде И снова выступаем По жиру И снова едем В купе Вот на этом Замечательном поезде Помчали Замечательном поезде